Оу! Сделано в Редбарн. Всем привет! Это подкаст «Собака кусает хвост». Здесь мы рассказываем, как заботиться о ментальном здоровье домашних животных. Этот подкаст мы пишем в студии «Редбарн» вместе с партнером сезона, брендом кормов для кошек и собак «Брид». Меня зовут Настя Бабкова, и сегодня у меня в гостях Татьяна Куликова. Она зоопсихолог и специалистка по коррекции поведения кошек. Тань, снова рада видеть в нашей студии. Опять мы с тобой встречаемся. Это такая хорошая новость. Привет! Привет! Сегодня мы обсудим острую тему кошачьей когти. Можно ли отучить взрослого кота царапаться? Да, можно отучить. Ну, как сказать, отучить. Да, вот это слово мы всё-таки не отучаем, а мы учим новому поведению. То есть, во-первых, мы должны убрать из жизни кота в те ситуации, когда у него вообще есть возможность царапаться. То есть, грубо говоря, закрыть доступ к объекту вот этому нежелательного поведения нашим рукам и ногам. Как же это можно сделать? Да, вроде бы невозможно. Костюм космонавта, надеюсь? Да. Вот. Нет. Мы можем сделать так, чтобы было меньше ситуаций, когда у кота вообще есть возможность поцарапать. То есть, например, не лезть к коту, когда мы видим, что он в состоянии игривом, что он уже собрался такой кого-то поцарапать. Это легко увидеть, когда вы протягиваете руку к коту, и он уже прицеливается лапками и хочет схватить. Тогда не стоит просто дальше тянуть эту руку, а просто сказать, ну, раз ты в таком настроении, я с тобой в таком состоянии не буду контактировать. Также не брать насильно в руки, потому что часто бывает, что кошки царапаются даже не из-за того, что они проявляют игровую агрессию, да, играют как бы в руки и ноги хозяина, а потому что по-другому донести до своего хозяина они не могут, что они не хотят сами взаимодействовать. Это бывает, на самом деле, даже труднее для людей, потому что люди всегда хотят гладить как-то кошек, брать в руки, а не все кошки вообще это любят. Тогда люди делают это насильно. И коту приходится, если его, например, знаки какие-то, что не трогай меня, не понимают, применять зубы и когти для того, чтобы донести до человека, отстань, я не хочу с тобой вообще сейчас общаться или я не хочу, чтобы ты меня сейчас трогал. Поэтому мы просто перестаем общаться с котом какими-то способами, которые могут привести к тому, что он нас поцарапает или укусит. Некоторые владельцы вообще удаляют когти кошкам, ну, чтобы они там, не знаю, мебель не драли, ребенка не драли, не знаю, что-нибудь там еще дерут. Гуманно ли вообще это? Это не гуманная процедура удаления когтей. Она запрещена в большинстве развитых стран мира. И она может приводить как к травмам, даже самые последствия операции могут сказаться на здоровье кошки, что она будет испытывать хронические боли. Меняется постав лапки из-за того, что удаляются на самом деле не просто когти, а удаляется первая фаланга пальца. То есть, ну, как вот у человека, да, на руке ноготь растет, он растет на фаланге. И там не просто как бы кончик когти удаляют, а удаляют полностью эту часть. Поэтому кошки ставят лапы потом по-другому, когда ходят, и могут развиваться артриты, артрозы, могут быть боли в суставах, в том числе и не только в самих пальцах. Поэтому вот такие последствия, они как раз могут приводить к тому, что кошка будет испытывать хроническую боль, и она начнет, наоборот, больше агрессии проявлять. А у кошки же есть еще зубы, которыми она умеет пользоваться. И часто по статистике такие кошки с удаленными когтями, они начинают просто кусаться очень много. И неизвестно еще, что хуже, когда поцарапают тебя или когда тебя прокусывают насквозь. Плюс такие кошки именно в психологическом состоянии страдают. Хотя мы и говорим, что кошки там не понимают инвалидность свою или что-то, что они могут адаптироваться, но они прекрасно понимают свои возможности. И когда кошка понимает, что она, например, не может дать отпор другой кошке, потому что у нее нет когтей, и ее никто не боится, она может стать трусливой. Или, наоборот, трусливо-агрессивной такой, когда она будет нападать первая даже предварительно, чтобы отогнать от себя других кошек или детей, людей, которые, по ее мнению, потенциально могут на нее напасть или что-то неприятное сделать. Но, естественно, отгонять она будет, применяя зубы. Поэтому такую операцию надо избегать просто максимально. Делается она только по показаниям каким-то уже крайним, когда стоит вопрос, например, что кошка настолько агрессивна, и эту агрессию убрать нельзя, что ее или усыплять, или как бы вот эта операция. И то это для меня остается все равно под вопросом, что будет гуманнее. Так, хорошо, когти мы точно не удаляем. А нужно ли вообще за ними как-то ухаживать? Если нужно, то как? Да, можно ухаживать за когтями, и нужно бывает. Потому что в условиях квартиры особенно, если кошка у вас гуляет на улице, то лучше когти вообще ее не трогать. Потому что когти – это ее безопасность. Она ими сможет защититься от какого-то хищника, который на нее может на улице напасть, или другого кота. Также она с помощью них все-таки хорошо лазит по деревьям, по каким-то поверхностям. И если когти мы в условиях природы вообще стараемся не трогать, то в домашних условиях бывает нужно когти немножко укорачивать. То есть постригать когти резом, срезать острый кончик. Просто потому, во-первых, чтобы кошке самой было удобнее. Потому что в условиях квартиры она их не стачивает, как в условиях природной среды. И бывает даже такое, что коготь врастает в подушечку. То есть он перерастает в свой нормальный размер. И также бывает, что кошки когтями этими цепляются за какие-то ткани, пледы. Могут в батарее часто такое бывает, что застревает длинный коготь. И тогда они могут получить травму. Они начинают в панике выдирать этот коготь из того места, где он застрял. И могут вывихи пальцев получить. Могут вырвать прямо этот коготь. То есть эта травма опасна. Если вы такое за своей кошкой замечаете, то лучше по чуть-чуть укорачивать раз в неделю, раз в две недели когти когти резом. Предварительно, конечно же, приучив кошку на положительном подкреплении к этой процедуре. В основном кошки любят все драть. Ну, все подряд. Там, не знаю, диваны какие-нибудь, рюкзаки или там даже обувь, обои. Это просто плохая привычка. И не воспитали кошку? Или это прям инстинкт и ничего с этим не сделать? Это, на самом деле, очень важное для кошки инстинктивное поведение. Оно несет в себе несколько функций. Во-первых, когда они, так скажем, условно когтят, да, вот что-то, какие-то вертикальные поверхности, скажем, или горизонтальные, часто это связано с маркировкой территории. То есть маркировка бывает не только там мочой, калом, а бывает спокойная маркировка, которая позволяет кошке распространять свои феромоны, которые говорят ей о том, что она находится на своей территории, и она в безопасности. Вот они щечками трутся, и в том числе они когтят. Когда они отмечаются когатками на какой-то поверхности, они оставляют не только феромоны и запахи, но и визуальные царапины. Это как вот в природе, может быть, кто-то видел в фильмах, когда медведи, тигры, они идут, и такие огромные зарубки когтями оставляют на деревьях. Это способ маркировки территории, отметить свои какие-то тропы, по которым они ходят, дать информацию другим животным своего вида, что я здесь хожу, когда я здесь хожу, во сколько это происходит. Все это, например, другие кошки могут считывать вот с этих вот меток. И поэтому это инстинктивное поведение, оно дома никуда не девается, и кошка также ведет себя и дома, как она вела бы себя в природе. Во-вторых, когда кошка царапает что-то, это способ снять фрустрацию или какое-то, наоборот, радостное такое возбуждение. То есть, например, каждый человек может заметить, что когда он приходит домой, например, после долгого отсутствия, то кошка может сразу бежать и начинать что-то когтить, особенно если когтеточка стоит возле двери. Таким образом, вот как собачки прыгают, да радуются, когда хозяин приходит. И несут тапочек они. Когда кошка, она начинает вот когтить, потому что она по-другому выражать свои эмоции часто не умеет. И она вот выражает именно этим когтением. Или когда она, например, охотилась на птичку за окном, разбежалась лбом, врезалась в стекло, она расстроилась, она фрустрирована, и она может пойти и подрать когтеточку, чтобы снять вот это вот раздражение, как, например, там человек, когда раздражается, там порвал бумажку, например. То есть для неё это способ ещё и выражения каких-то эмоций. Ну и плюс такая небольшая физическая даже зарядка, потянуться, растянуть мышцы спины, им это тоже очень важно. Поэтому данное поведение, оно есть у каждой кошки в той или иной мере, и мы никак не сможем его полностью искоренить, только направить в правильное русло. То есть получается, мы не можем запретить, в принципе, драть, но нам нужно как-то организовать какое-то специальное место для того, чтобы она там всё драла. И я так понимаю, это всё используется, ну, в основном используются когтеточки специальные вот эти вот, то на стену, то ещё куда-то, кошачьи комплексы. Какую же тогда выбрать когтеточку, чтобы всё было хорошо, и он уже прекратил, наконец, драть диван? Ну, когтеточка, во-первых, должна быть часто не одна. Идеально выбрать когтеточку вертикальную в виде столбика или в виде какой-то накладки на стену, потому что в природе когтеточками чаще всего являются деревья, то есть, которые будут похожи на ствол дерева или что-то в этом роде. Дерево, забор, вот в природе кошка ходит, находит что-то такое и дерёт. Когтеточки по-хорошему должны быть по одной в каждой локации. Кошка никогда не будет сидеть и думать, «Так, мне надо подрать когти, я пойду, моя когтеточка вон там, в соседней комнате». У неё приходит запах какой-то феромонов или происходит какое-то событие, и ей надо срочно подрать. И вот она оглядится, первое, что она увидит подходящее, она об это будет драть. Поэтому желательно располагать когтеточки, чтобы в каждой комнате по одной хотя бы стояло. Плюс часто как раз когтеточки очень важны в проходных каких-то местах, потому что в природе кошки тропы обозначают вот этими вот царапинами. И поэтому идеально ставить когтеточки, например, рядом с проходом, ну вот дверной проём, и можно внутри или снаружи поставить когтеточку. А также в местах, которые кошка часто огибает. Почему они дерут часто диваны? Потому что диван чаще всего так в квартире стоит, что кошка когда ходит, она каждый день проходит мимо какого-то угла этого дивана. Прям просится. Да, и она как бы вот использует его. Поэтому вот в таких проходных местах хорошо ставить когтеточки-столбики. Есть кошки, которые любят и горизонтальные поверхности для того, чтобы царапать. И тогда можно завести уже как дополнение к вертикальным горизонтальные когтеточки. То есть из картона, например, или просто какие-то коврики специальные. Ну и есть такие единицы кошек, которые любят только горизонтальные. Но тогда вы это просто поймёте, что она будет игнорировать вертикальные, использовать только горизонтальные. Тогда для этой кошки просто побольше горизонтальных когтеточек разложить в разных местах. Наверняка многие хотят уметь общаться с животными. Есть определённые способы понимать четвероногих и доносить в ответ свои мысли. Об этом и поговорим в партнёрской рубрике «Трудности перевода». Хозяева котов зачастую общаются с ними и получают разнообразное мяуканье в ответ. Нельзя понять, что именно говорят пушистые, но определённые сигналы считать можно. Короткое высокое мяу означает, что кошка приветствует вас, либо приглашает к игре или какой-то ласке. Несколько коротких мяу означают и приветствие, и то, что кошка рада вас видеть и любит. Вы хороший хозяин. Протяжное мяу, похожее на плач ребёнка. Способ получить от вас что-то, что кошка хочет прямо сейчас и никак позже. Это может быть еда, внимание, открывание двери или просьба взять её на руки. Ещё более длинное мяу, высокое и похожее на плач, крик о помощи. Возможно, питомец болен или тоскует. Приглядитесь к его поведению, покормите, погладьте и отведите к врачу, если нужно. Короткое низкое мяу означает, что вы разочаровали пушистого сожителя. Чем именно, догадываетесь сами, но вас только что отругали за действие или бездействие. Чриканье или трескотня у кошек воодушевление из-за добычи, которое животное видит, но не может поймать. Обычно коты так делают, сидя на подоконнике, глядя на птиц. Знаете, ваш питомец просто хищник в душе, и если бы не это стекло, то он бы охотился и добывал себе пищу. Но корм в миске ему тоже нравится. Чуткость к поведению и состоянию четвероногого друга – основа гармоничных отношений с ним. По-настоящему позаботиться о здоровье питомца поможет Брит – известный бренд корма для кошек и собак. Производство рационов Брит находится в России, а их состав обеспечивает животным полноценное и здоровое питание. Правильно подобранный корм – главный залог здоровья, долгой жизни, хорошего самочувствия и прекрасного внешнего вида питомца. Хозяева выбирают идеальное соотношение ингредиентов, большое количество мяса или рыбы, сбалансированный витаминно-минеральный комплекс для правильного роста и развития хвостатого друга. Животные белки вкусные и содержат незаменимые аминокислоты, что соответствует природным потребностям домашних хищников. Продукты Брит – это высококачественное мясо и отличная поедаемость, а широкое разнообразие вкусов поможет индивидуально подобрать корм любому питомцу. Брит – здоровье на первом месте. Заказывайте корм Брит по ссылке в описании к этому выпуску. Скидка 10% по промокоду REDBREIT. А почему еще кошки могут игнорировать свои когтеточки? То есть, ну вот, я там, не знаю, завела котика, купила ему там какую-нибудь когтеточку, я знаю, что вот ему нужно, а он хочет драть диван. Все, вот когтеточку вообще не трогает, а диван, значит, дерет. Надо ли как-то приучать, или, я не знаю, диван выбрасывать, что с этим делать? Ну, надо сказать тогда про то, как вообще формируется вот это поведение, почему она именно дерет вот то, а не это. Феромоны, которые находятся на лапках, и когда кошка оставляет царапины, она закладывает в эти царапины эти феромоны. И эти феромоны, они как раз запускают вот этот инстинкт, что пойди и переметь, опять поцарапай здесь. И когда кошка уже начала драть диван, например, если вы сразу ей не предоставили правильную когтеточку, которая ей подойдет, и она уже подрала диван, когда она мимо этого дивана проходит, он ее манит. То есть вот эти феромоны, они говорят, иди и поцарапай меня вновь. И она этому сопротивляться не может, потому что это инстинктивное поведение. Тогда приходится просто закрывать доступ к этой области, но сначала обязательно нужно предоставить все-таки ту когтеточку, которая нравится кошке. То есть кошка может иметь свои предпочтения к поверхности, например, там, сизаль, или она любит такую когтеточку, как обивка дивана, или она любит какой-то джут или хлопок. То есть можно попробовать разные-разные вот эти обмотки. И закрыть доступ после того, как вы поставили рядом, например, с этим местом, где она дерет диван, новую когтеточку, можно купить специальные накладки прозрачные, которые вы наклеите на то место, которое она драла, и закроете на достаточно длительное время доступ, чтобы феромоны эти выветрились, а кошка за это время полностью переключится на новую когтеточку. А вот я знаю, что некоторые владельцы используют антицарапка. То есть какой-то спрей в зоомагазине обрызгивает этот диван, а саму когтеточку обрызгивает валерьянкой. Это вообще нормально так делать или что? Ну, насчет антицарапок, это такой вот больше маркетинговый, конечно, ход. Далеко не на всех животных это действует. Хотя на некоторых, я знаю, которые действительно запах не переносит. Чаще всего там какой-нибудь репеллент, запах цитрусовых или что-то в этом роде. Есть кошки, которые действительно не переносят его, и он будет относительно работать. Но вам тогда придется несколько раз в день пшикать этим пульверизатором с этим репеллентом, ну и самим наслаждаться этим запахом. Скорее всего, он вам не очень понравится. Проще просто закрыть доступ и это сделать один раз и навсегда. А большинство кошек вообще этот репеллент будет по барабану, и они все равно будут подходить к этому дивану и драть. Насчет валерьянки для кошек, я бы не рекомендовала ее использовать, потому что это на них может не очень хорошо повлиять. Во-первых, валерьянка может сильную агрессию вызвать у кошек. Ну и даже ходят слухи, что она чуть ли не какой-то наркотический эффект на них дает. Лучше использовать то, что предназначено специально для кошек и что уже в исследованиях, скажем так, где-то одобрено и доказано, что это не вредно. Это, например, кошачья мята или мототаби. Это специальная такая кора вишни японской, которая также привлекает кошек. И таким образом мы можем приучать кошку к когтеточке, натереть ее, скажем, кошачьей мятой, взять игрушечку, подвести кошку к когтеточке, поводить игрушечкой. Кошка понюхает, еще мяту учует, начнет когти вонзать в эту поверхность и уже оставит там свои феромоны, которые в дальнейшем ее будут привлекать. А вот если в семье живет несколько кошек, это нужно каждой кошке отдельную когтеточку или какую-то надо особой конструкции? Как вот тут быть? Если в семье живет несколько кошек, то по хорошему счету у каждой кошки должна быть не то, что своя когтеточка, а у них должен быть выбор. То есть их должно быть несколько, хотя бы как минимум по количеству кошек. Плюс условие, что когтеточка в каждой локации. Лучше всего, вот вообще идеально, чтобы, например, по одной когтеточке на кошку в каждой комнате. Но не всегда такое нужно, когда, например, 5-6 кошек, тогда лес придется строить из этих когтеточек, тогда достаточно хотя бы по 2 когтеточки в одной комнате, чтобы они могли просто не бороться за один ресурс. А, например, если от одной когтеточки кошка, например, начнет гонять там конкурента, то он сможет пойти в этой же локации и подрать там другую когтеточку. Бывает такое, что кошки некоторые начинают когтить, например, какие-то запрещенные вещи, диван, я не знаю, рюкзак или что-то, обои, когда именно просят еды. Ну, вот такие, ты увидишь, что я деру вот этот вот диван, обратишь на меня внимание и дашь поесть. Вот с этим что делать вообще? Ну, это такое уже поведение, оно не совсем связано с вот этой маркировкой, да, территории с помощью когтей, оно связано как раз с привлечением внимания. Это несколько другой тип поведения. Просто кошка в какой-то момент обращает свое внимание на то, что человек, когда она, например, дерет диван, начинает там к ней подбегать, ее прогонять, как-то вот с ней разговаривать или даже ругать ее. И тогда у нее получается такая ассоциация. Я начинаю когтить, человек дает свое внимание. Как-то я могу его привлечь этим. И тогда кошка может как генерализировать это свое знание, эту свою ассоциацию и начать это использовать для того, чтобы человека, ну, условно говоря, в кавычках шантажировать, да. То есть не обращаешь ты на меня внимания, вот пойду я драть диван, сейчас ты точно обратишь. То есть это просто ассоциация, которая закрепляется самим хозяином. А кошка уже ее может распространить на какие-то действия хозяина, попробовать, а вот в этой ситуации это сработает, а в этой ситуации, и когда она увидит, что в других ситуациях это тоже работает, например, хозяин не обращал на нее внимания, ей пришло время кушать, она и мяукала, и ходила, и терлась, хозяин все равно не обращает внимания. Но когда она пошла драть диван, хозяин такой, а, точно, я кошку не кормил, и пошел там ее кормить. Или, наоборот, люди иногда хотят отвлечь, например, от этого поведения. Кидают какую-то вкусняшку или манят кошку едой в этот момент, чтобы она отстала от дивана, и тогда уже это прям вот идет конкретно закрепление этого поведения, потому что еда и игра у нас никогда ни от чего не отвлекают. Они, если вы даете в процессе какого-то поведения, еду или игру, то они подкрепляют это поведение. Понятно, что кошки дерут что-то, что им нравится драть. Ну, там, ковры, мебель, когтеточки. Но некоторые кошки, они царапают, не знаю, окна, например, или там, монитор компьютера, или какие-нибудь пластиковые контейнеры. Это вообще что такое? Там же даже когти не вонзить, они, грубо говоря, копают это все. Ну да, это скорее такое даже не царапание, потому что поцарапать-то там невозможно. Это может быть тоже несколько причин от действительно привлечения внимания, например, когда хозяин именно на этот звук начинает каким-то образом очень резко реагировать. Ну, то есть кому из нас понравится, когда когтем по стеклу? Понятно, что хозяин, который игнорирует вообще почти все поведение кошки, скажем, даже негативное, на это лучше отзовется, когда кошка будет это делать. Или кошки, например, когда хотят до чего-то добраться, если они чувствуют запах какой-то, например, внутри пластикового контейнера. Или они, например, часто царапают какие-то полированные поверхности шкафов, чтобы им открыли дверь, и они туда вошли. То есть здесь может быть огромное количество причин, почему они это делают, даже просто от скуки. Вот им нравится вот этот процесс, как когти скользят, скажем, там по шкафу или по стеклу. И они это делают, когда у них очень много энергии накопилось, сбросить ее некуда. Хозяин, скажем, нерегулярно играет или вообще не играет. И вот они просто занимаются вот этим ради того, чтобы куда-то эту энергию деть. Ну, как игра своеобразная. А почему тогда кошки вообще очень любят какие-то пластиковые пакеты? Они там их дерут, они их жуют. Мой кот, например, начинает лизать этот пластик вот этот вот. Зачем они вообще это делают? Почему он их так привлекает? Здесь тоже огромное количество причин, на самом деле. Но основные. Первое – это почему они могут привлекать. Пакеты пропитываются специальными веществами, чтобы они не склеивались, чтобы они такие были скользкие. И вот эти вещества, как оказалось, кошки чуют, и они могут их привлекать. Поэтому они могут жевать пакеты, они их могут лизать, они могут любить в них спать и так далее. Но в первую очередь я бы, если вдруг это поведение появилось у кошки, проверила бы ее у ветеринара, потому что часто пакеты, они как-то используют, когда жуют особенно или лижут, для того, чтобы справиться, например, с тошнотой. Вот, как они, например, поедают траву, чтобы справляться с тошнотой или какие-то вот вещи такие, похожие на траву, так и вот они могут использовать пакеты. Поэтому, когда вдруг такое поведение, то лучше пойти и проверить желудочно-кишечный тракт у кошки. А так, если ваша кошка, ну, такой пакетный наркоман, да, то лучше всего эти пакеты просто от нее прятать надежно, потому что кошка может действительно проглотить кусок, и тогда непроходимость кишечника может случиться, и это серьезной операцией грозит. Тань, спасибо тебе большое. Прям вообще суперпонятно все стало, что делать с кошачьими когтями. Спасибо, что пришла. Пока. До свидания. Это был подкаст «Собака кусает хвост». С вами были Настя Бабкова и Татьяна Куликова. Гладьте, любите и хвалите своих животных. Подписывайтесь, чтобы не пропустить свежие выпуски. Пока. Субтитры подогнал «Симон»